Чтобы вязать быстро, ровно и красиво, нужно очень долго тренироваться или купить вязальную машину. Потому что главное достоинство любой вязальной машины в том, что она всегда вяжет ровные и аккуратные петли. Независимо от времени суток, вашего настроения и вообще любой другой ситуации. Я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И если вы хоть немного умеете вязать на вязальной машине, я приглашаю вас на курс вязания на двух фонтурах. Потому что основное отличие вязания на одной и на двух фонтурах в том, что вы не видите, что происходит внутри. Это как писать письмо Деду Морозу. Пишите ему, что хотите получить, а получаете то, что остается на складе. Поэтому основная задача нашего курса, чтобы наши ожидания и реальность совпали. Так какие же проблемы не дают нам освоить вязание на двухфонтурной вязальной машине? Как правило, это то, что мы не видим ошибок в процессе вязания. Неверно навешиваем грузы, применяем неверные способы набора. И используем пряжу толще или тоньше возможностей вашей вязальной машины. Тяжело! Поэтому очень понимаю тех, кто хочет сразу связать современное изделие и на нем научиться. Но определите, что для вас важнее. Связать красивое изделие через месяц, но оно понравится и вам, и окружающим. Или вязать здесь и сейчас, но с ошибками и несколько раз переделывать. Курс вязания на двухфонтурах построен так, что вы получаете конкретное задание. И на нем сразу видно, где допускается ошибка, как ее исправить и что делать, чтобы в дальнейшем таких ошибок просто не допускать. На вопрос, что я делаю не так, я прошу прислать фото или видео проблемы. И по ним мы находим вашу ошибку. Повторюсь, самое главное в обучении это обратная связь. Материал-то один, но вопросы после просмотра материала могут быть самые разные. Потому что опыт вязания у всех разный. Но мы отвечаем на конкретные вопросы каждого конкретного человека. И подробнее о курсе. В нем 4 урока. И начинаем мы тренировку с небольших образцов для того, чтобы снять страхи и неудач, сэкономить расход пряжи и время на вязание, избежать ненужных стрессов, получить и закрепить устойчивый навык основных приемов. И в первом уроке вы узнаете основы вязания резинки. 5 видов наборного края, 15 видов резинок с разным разбором, 2 вида закрытия полотна и способы исправления ошибок на двухконтурном полотне. Резинки могут быть простые и с накидами для разного разбора игл. Их вязание имеет свои нюансы. И если сегодня для джемпера нужна одна резинка, никто не станет добровольно изучать остальные. Поэтому на курсе мы учим принудительно, чтобы создавать свое изделие, вы осознанно выбирали резинку под поставленную задачу. После первого урока у вас вдруг не рвется пряжа, не слетают петли, края выравниваются. Получается плотное, ровное полотно. Вязание перестает петлять по краям и появляется умение в обращении с гребенками, грузами и плотностями. Откуда-то вдруг появляется умение в подборе пряжи. Я не случайно показала вам эту юбку. Ее мы вяжем на втором уроке. Юбка резинкой 2х2 или 1х1. Самое популярное изделие после шарфа и шапки тыковка. Резинка скрадывает очертания нижнего белья и такой фасон подходит практически для любой фигуры. В этом изделии применяются 3 вида резинки. И по итогу уже второго урока вы научитесь делать расчет полотна, связанного резинкой. Соединять резинку в разных направлениях. Придется научиться следить за оттяжкой полотна и несколько раз перевешивать грузы. Вы привыкнете контролировать, чтобы с боковых краев не слетали петли и научитесь рассчитывать вязание. Третий урок. Манишки. Манишки сейчас не так популярны, но научившись вязать резинки, усложняем навыки. Задача уже не просто провязать полотно резинкой, а выполнить переход с одного разбора игл, ну например 4х4, на меньший 2х2, чтобы сузить полотно. В уроке мы отрабатываем 3 варианта переноса полотна. Здесь самая большая сложность не потерять петли при переносе и своевременно перевешивать гребенки на новое полотно, чтобы сохранить оттяжку. А не нравится манишка, вяжите юбку, себе или ребенку. Заключительный урок курса. Собираем все полученные знания и создаем эффектный свитер. С самой простой выкройкой, с самыми простыми приемами и минимальными расходами. Полуанглийская резинка с накидами здесь применяется для создания кокетки, плавно переходящей в вратник-стойка. Эта же резинка применяется по бокам для создания планок с разрезами. По низу вместо привычной для свитера резинки сделан подгиб. И получается универсальное изделие, которое можно носить и с брюками, и с юбками. Я вам покажу уникальную и универсальную формулу для вязания кокетки. Покажу хитрость при вязании стойки кокетки, при которой совершенно незаметен переход. Хотя при вязании я не использую привычных приемов. Здесь нет ни плана, ни кит легкий. Все это традиционные приемы, которые позволяют ограничить растягиваемость горловины. Кстати, новый тренд, когда вратник свитера закипается внутрь. В отличие от классических свитеров, стянутых снизу резинками, мой свитер снизу имеет планку. Поэтому он не спадает, как туника. А вы знаете, что если вязать кулиркой, то подгиб у нас всегда попадает наизнанку. А у меня лицевой стороной как раз и является изнаночная сторона. И такой подгиб сильно подпортил бы нам внешний вид. После прохождения всего четырех уроков вы узнаете особенности и нюансы вязания всех резинок. А ведь это не просто теория, а знания, закрепленные на практике. Узнаете, что такое стандартные и нестандартные резинки. Получите навык расчета резинок. Научитесь сшивать резинки. Делать на резинках убавки и прибавки. А также поймете, как делать переход с одной резинки на другую с другим разбором игл. И как только вы выполните все задания, резинки в любом количестве не смогут вас напугать. Машинка станет понятна. Пряжа не рвется. Плотность не вызывает вопросов, какая подойдет, какая не подойдет, какую поставить. А главное, вы поймете, что вам нравится вязать, а что не очень. Потому что если не попробовать, то и сравнить не с чем. Всего четыре урока и вам доступны практически все изделия с вязанными резинками. Платье-лапша, прямой свитер-уверсайз, шапки-тыковки, носки, шарфы, любые отделки, рюши, манжеты, воротники, простейшая плессировка. Ждем вас на живом потоке. Но если вы опоздаете на курс, не страшно. Вы этот же курс можете пройти в индивидуальном порядке с персональной поддержкой. Получите те же материалы, что и живой поток.